Выделили этот кабинет, пока еще ничто не оформлено. Сейчас все готовится. Прохожу. Пожалуйста. Третий день в стенах райгосадминистрации Первомайского района трудится один из активных критиков режима предыдущего президента Алмазбека Тамбаева, ярый противник тогдашней власти Мавляна Скорбеков. Неожиданно для многих он стал госслужащим по вопросам, кстати, ЖКХ. Первые планы подготовка к ОЗП. Сегодня я ознакомлюсь с процессом работы, с документами, с персоналом. Основной задачей сегодня перед мной стоит ОЗП. Это подготовка к отопительному сезону. Все помнят неоднократные протесты и митинги Аскорбекова. Он не раз был задержан правоохранительными органами, но это вовсе не помешало прийти ему на должность замруководителя, как отмечают многие из самого лакомого района города. В стенах мэрии же говорят, что Аскорбекова назначили на этот пост из-за его активного участия на встрече мэрии с гражданскими активистами по улучшению города. У замакима было много предложений по порядку Елене и ЖКХ. Как только освободилась вакантная должность, ему предложили, а он не отказался. Как вы знаете, последние 8 лет мы были категорически и принципиально против проводимой политики прежней власти. Мы открыто выступали, обозначали и говорили через сестра массовой информации, проводили митинги. Открыто скажу, что мы не просили, не торговались какой-либо должности. Была предложена эта должность, я подумал и согласился. Своё согласие он объяснил тем, что наступил режим новой власти. Как известно, со старым главой у него были разногласия, хотя предложения поступали и до. Той властью также были предложения различного рода политические должности, но из-за принципиального несогласия я отказывался. Обычно ничего важного в назначении очередного чиновника местной администрации нет, эти люди не особо публичны. Более того, в Акимюате сидят исполнители, говорят в стенах парламента. Вместе с тем мнение о новом назначенце высказал политолог Шарадель Бактуголов, который ставить прогнозы особо не спешит. Это руководители среднего звена, поэтому погоду в республике они не сделают. А вот сможет ли реализовать свои амбициозные планы Аскарбеков, будучи госслужащим, другой вопрос. Это нормальная практика. Критикуешь, есть предложения, пожалуйста, реализовывайте свои предложения, попробуйте реализовать. Если полагаете, что вы действительно знаете, если вы думаете, что можете помочь, попробуйте на практике. Для начала на небольшом участке. И если Мавлян Аскаров хорошо себя рекомендует, для него это будет очень хороший рост уже государственника. То есть над кадрами надо работать. Поэтому здесь надо смотреть по персоналям и на какие должности назначаются. Также политолог добавил, что итогами неправильной кадровой политики последних лет является сегодняшняя ситуация с министрами и их замами. Практика назначения на государственные должности идет не по критерию профессиональной компетенции, а по другому принципу. Каждый кадр должен быть подготовленным, образованным, высокоинтеллектуальным. И должен пройти ступень, а не сразу назначаться на высокую должность, скажем так, по блату. С этим высказыванием, согласно другой нартепка Ромату Розова, по ее мнению, неправильная кадровая политика ведется с первых лет после распада Советского Союза. Такие явления достигли высокого уровня в последние 10 лет. Этому поспособствовала, опять же, коррумпированная система. Во времена СССР на высокие посты назначали людей простых с рабочего класса. Они знали всю проблему изнутри. Никогда богатый человек, не понимающий ничего в госструктуре, не решал задачи, а у нас все по связям. Последние события наглядно показывают качество кадров. Компетентность упала, а в стране сложился кадровый кризис. Большинство не имеют опыта, со слабым образованием пытаются улучшить ситуацию в стране. Никто не работает с аппаратом, а кадровая служба превратилась в некий бесполезный орган. Отмечают эксперты, кстати, о кадровой службе. Кадровый резерв вовсе отсутствует, хотя именно он позволил бы готовить кадры на главные административные и политические должности. Главное, чтобы на должности не назначали людей с улицы, как это происходит обычно. Ну а как скоро нас ждут изменения в кадрах и будут ли исправлены все подобные недочеты, покажет лишь время. Элиза Балбакова, Ирмик Раимбеков, НИУ-ТВ.